Вчера сообщили, что у них будет ребёнок. Представляешь, я буду бабушкой. Ну, Мишка, конечно, давно женат на Иришке, но я думала, они сначала своим жильём обзаведутся. Ну, как мы раньше делали. А тут сразу ребёнок. Ну, ничего, у них, у молодых теперь всё по-другому. А Ириша, она хорошая девушка. Она знает, что делает. Ой, Лиза, что делается? Это же она, Ириш. Она стоит и целуется, но не смеша с моим начальником. Как же так? Я тебе перезвоню. Антонина работала бухгалтером. Женщина много лет одна воспитывала сына и очень его любила. Сын вместе с женой жил у матери. Антонина была не против. Ей очень нравилась невестка, и жили они дружно. Однажды Антонина узнала, что Ирина не верна её сыну. Антонина записалась на приём к бабушке, чтобы выяснить правду. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, Антонина. Садись, рассказывай. Моя невестка Ирина, она девушка приезжая, и своей квартиры поэтому нет. А сын мой, он тоже зарабатывает мало. Он простой водитель. Поэтому вот уже два с половиной года живём вместе. Ну, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Ты же мне не про свою жизнь рассказывать приехала, так ведь? Ну, да. Говори прямо, что тебя тревожит. Извините. В общем, невестка моя забеременела. Мы с Мишей так радовались. Скачем вокруг неё, заботимся. А она, оказывается, моему Мише изменяет. Да ещё с моим начальником. И что же ты от меня хочешь? Понимаете, дело в том, что я до конца не уверена точно. Может быть, я ошибаюсь? А я сыну скажу, а они из-за меня расстанутся. Вижу, ты с невесткой о том, что видела, ещё не говорила. Конечно. Даже если это она была, она же правду не скажет. Вот делаю вид, что ничего не случилось. А у самой на душе кошки скребут. Вижу, вокруг тебя тумана много. Обман вижу. Значит, это точно она была. Да, ты не ошиблась. Так может, Ира ещё беременна, не от сына? А вот этого не скажу. Не вижу. Если хочешь об этом узнать, в следующий раз, когда ко мне соберёшься, привези вещи сына и невестки. Ой, а я к вам больше ехать не собиралась. К вам так неудобно добираться. Марина, проводи гостью. До свидания. Прошло несколько дней. Сомнения в том, от кого носит ребёнка Ирина, не давали Антонине покоя. В тот день женщина решила подкараулить возле работы своего начальника, чтобы поговорить с ним и выяснить правду. Да, мне бы поговорить. Почему здесь, а не в офисе? А это по личному вопросу. Ну, говорите, раз так, что нужно, только недолго. За мной сейчас машина заедет. Я знаю, что вы встречаетесь с моей невесткой. Я вас сама видела. Я правда не знаю, когда вы смогли сблизиться, но это уже другой вопрос. Ну, и что вы хотите, Антонина? Вы даже не будете отпираться. А смысл? Если сами всё видели. Итак, что вам нужно? Я хочу знать, ребёнка, которого она носит, он от вас? По срокам всё совпадает. Она три месяца назад приходила к нам в офис мне помогать. И вот теперь она на третьем месяце. Какая вы проницательная. Значит, это правда. Да, это так. Это мой ребёнок. Но знать об этом никому не надо. Как же так? Да вот так. Мы с Ирой уже обо всём договорились. О чём? Я на ребёнка буду хорошие деньги давать. Лучший садик, лучшая школа. Но о том, кто настоящий отец ребёнка, распространяться не нужно. Это разве дело в деньгах? А в чём же ещё? И учтите, если вы проболтаетесь, я вас уволю. Да ещё так устрою, что вас ни в одну нормальную фирму больше не возьмут. Ясно? Как же так-то? Да вот так. У меня жена и двое детей. Я свой брак из-за случайной связи рушить не хочу. Но и детей своих я не бросаю. У меня принципы. Так что, если вы будете благоразумны, всё будет хорошо. Прошла неделя. Антонина ничего не сказала сыну. Женщина знала, что начальник был человеком слова. Антонина злилась на невестку и не знала, что делать. Коша-то скоро будем? Когда будет готова, тебя позовут. А так могла бы сама себе приготовить. Я у вас, между прочим, здесь кухаркой быть не нанималась. А что за то, Антонина Макаровна? В чём дело? Вы на меня уже неделю ручите и волком смотрите. Ира, я всё знаю. Что глазами ты хлопаешь? Ты моему Мишке изменяешь. И не отпирайся. Я разговаривала со Степаном, он во всём признался. Как тебе не стыдно? Так, успокойтесь. А ты мне рот-то не затыкай. Как ты могла? Мишка мой так тебя любит. А если вы его любите, то держите язык с зубами. Миша будет думать, что ребёнок от него, и все будут счастливы. Ещё и при деньгах. Так вот, значит, в чём дело. Антонина Макаровна, ну мы с Мишей потом своего ребёнка родим. А этот ребёнок жизнь и нам, и будущим детям обеспечит. У Степана денег куры не клюют. Ну, Антонина Макаровна, ну если Мишей правду сказать, ну чего добьётесь? Только две семьи порушить, и вот и всё. Антонина Макаровна, я сегодня вечером со Степаном встречаюсь. Но раз вы теперь всё знаете, так подыграйте. Скажите Мише, что я у подруги задерживаюсь. Что? В тот день Ирина ушла из дома и не возвращалась до позднего вечера. Антонине с трудом удавалось держаться, чтобы не рассказать сыну правду. Но она понимала, что действительно может сделать этим хуже для всех. Ну ладно тогда. А то я уж начал волноваться. Ты же трюки не берёшь? Ну, бесшумный режим поставила. Постоянно какие-то смс-ки, рассылки приходят. А ты могла бы сказать, молчишь весь вечер. Хватит бурчать на маму. Иди уже. Спасибо. Я очень благодарна, что вы всё поняли. Прошло две недели. Антонина так и не рассказала сыну правду. Она пыталась делать вид, будто ничего не знает. Хотя это и давалось ей с трудом. Мам, звони в скорую. А в чём дело? Ну, Ириша плохо, что не видишь, что ли? А что случилось? В салоне красоты была, живот прихватило. Глядя, как сын терзается из-за чужого ребёнка, Антонине стало тяжело на сердце. Ведь она тоже обманывала его. У моей невестки проблемы начались со здоровьем. Она ребёнка может потерять. Сын носится вокруг неё, переживает. Вы можете нам помочь, а? Я смотреть на это спокойно не могу. Это же не его ребёнок, а он так страдает. Что ж ты ему сразу правду не сказала? А что тогда? Я без работы останусь, а сын без жены. Всем будет плохо. Вот я и в растерянности. Что ж делать, бабнина? Мне нужно точно знать, от кого у Иры ребёнок. Ты мне вещи невестки и сына привезла? Вот. Надеюсь, сгодится. Что-то не так? Я не то привезла? Ты всё правильно сделала. Аня, принеси орехи. Выбери орешек. В руках подержи и передо мной положи. Положила. Вижу, обманывает тебя невестка. Да нет. Я же и так всё знаю. Это сыну она врёт. Нет. Вижу, ты обманом окутана. Ребёнок твоей невестки на самом деле от сына. Не может быть. Она же сама сказала. Солгала. Ничего не понимаю. А зачем? Этого не скажу. Ладно. Раз это так, так это очень хорошо. Я рада. Так, получается, это она моего внука может потерять? Тогда бабушка, ребёночка спасать надо. Вы мне поможете? Невестке твоей плохо не просто так. Кто-то ей зла желает и делает так, чтобы она дитё потеряла. Да кто может такое хотеть? А разве только Степан Кузьмич? Только ему выгодно от ребёнка избавиться. Это он, так ведь? Не знаю. Но ясно камушки вижу. От них всё зло. Их найти надо. Какие ещё камешки? Тумана много. Не разглядеть. Следующим вечером Антонина отправилась на работу, чтобы поговорить с начальником. Антонина была уверена, что это Степан Кузьмич желал Ирине зла. Антонина хотела выяснить с ним отношения. Степан Кузьмич! Антонина? А у вас почему сегодня на работе не было? Я отгул взяла. У меня проблемы дома. И, между прочим, по вашей вине. А что за тон? Почему вы со мной так разговариваете? Вы решили от ребёнка избавиться. Нет ребёнка, нет проблем. Что за вздор? Ире, уже несколько дней очень плохо. У неё может быть выкидыш. А я тут при чём? А мне один человек сказал, что кто-то моей невестке зла желает. И делает всё, чтобы она ребёнка потеряла. А кроме вас больше некому. Что вы несёте? Никто о ребёнке не знает. И только вам выгодно, чтобы он не родился. Так, во-первых, прекратите меня тут подлавливать. А то ещё по офису слухи пойдут. А во-вторых, мы уже всё решили. Я не маленький мальчик. Ребёнка сделал, ответственность буду нести. А если от вас ещё раз что-то такое услышу, из фирмы в один момент вылетите. Уяснили? Уяснила. Вот и хорошо. Прошло несколько дней. У Антонины был выходной, и она занималась домашним хозяйством. Сын Антонины был на работе, а Ирина отправилась на улицу, чтобы подышать воздухом. Опять плохо? Пройдите в водички. Да, конечно. На. Нечего-то по улицам одной ходить, когда так плохо становится. Я не одна была, а с подругой. Да дома надо сидеть. У тебя муж есть. Вот с ним и гуляй. Так, Антонина Макаровна, хватит прочитать. Я вам всё объяснила, и мы обо всём договорились. Стёпа и меня, и ребёнка, и вашего Мишу заодно озолотит. А как же Миша-то? Ты всегда теперь ему изменять-то будешь? Нет, конечно. Вот рожу и брошу этого Стёпу. Я ведь вашего сына люблю. Ну, правда. Мы с ним своего ребёночка заведём. Ну, всё будет хорошо. А что за подруга-то-то, с которой ты гуляла? В салоне познакомились. Представляете, на одно время к маникюрши были записаны. Ну, мы в очереди разговаривали, так, собственно, и познакомились. Катя постоянно вкусняшки таскает, меня угощает. О, ладно, Антонина Макаровна, пойду полежу. Антонина решила не рассказывать невестке, что ребёнок, которого она ждёт, на самом деле от Михаила. Прошло две недели. В тот день Антонина пришла на работу, и ей сообщили, что начальник отправил её в отпуск. Женщина была расстроена. Она не понимала, что сделала не так. Что на этот раз Антонина? Вы меня в отпуск отправили? Да. Секретарь разве не сказала? Да. Но почему? Тебе, Антонина, лучше сейчас дома побыть. Займись делами, отдохни. Нечего у меня перед глазами маячить и сплетни распускать. Я тебя просил молчать. А ты всё своему сыну рассказала. Кто я? Я ничего не говорила. Ну, идиоты из меня не делай. Твой сын приходил и требовал с меня 500 тысяч. Быть такого не может. Мой Мишка. Мишка, Мишка. Сказал, что всё знает. И потребовал денег. Угрожал. Иначе всё моей жене расскажет. Пришлось заплатить ему полмиллиона. Хотя на каком основании он права качает, я не понимаю. Он и на Иру-то никакого права не имеет. Шантажист. Да я ничего не говорила, клянусь. Да мне уже всё равно. Слишком дорого мне твоя семья обходится, Антонина. Так что тебе лучше дома побыть. Иначе опять кому-нибудь что-нибудь разболтаешь. И учти. Если моя жена узнает правду, вам всем не поздоровится. Как хочешь своего сына удерживай, или я за себя не отвечаю. Антонина была в растерянности. Она не понимала, как сын мог узнать правду и не знала, что имел в виду Степан Кузьмич, говоря, что Михаил не имеет прав на Ирину. Миша, ты дома? Миша! После разговора с начальником Антонина поспешила домой, чтобы откровенно поговорить с сыном. Однако дома никого не оказалось. Алло, ты скоро будешь? Меня в рейс отправили, так что дня через три приеду. А что ты хотела? Да так, хотела поговорить. Мам, я за рулём. Очень неудобно говорить. Потом всё обсудим. Антонина не могла поверить, что её сын пошёл на шантаж и решила удостовериться, что начальник сказал правду. Антонина хотела найти деньги, которые Степан Кузьмич заплатил Михаилу. Но вместо этого наткнулась на свидетельство о разводе. Выходило, что её сын Михаил и Ирина давно уже не муж и жена. Вот, ошиблись вы, бабушка. Это не его ребёнок, не Мишин. Ты мне тут не шумей, Антонина. Спокойно рассказывай, что случилось. Это свидетельство о разводе. Миша и Ира разведены уже почти как год. У меня уже голова кругом идёт. Я вообще не понимаю, что происходит. Бумага ничего не значит. В смысле? Это официальная бумага. Между прочим. Я сказала, что ребёнка невестка от твоего сына носит. Значит, так и есть. Но ведь здесь чёрным по белому написано. Не спорь, я знаю, что говорю. Только она теперь твоего внука потерять может. Ты камушки, про которые я говорила, нашла? Нет. Я вообще не понимаю, о чём вы говорите. Сладкие эти камушки. Вроде как конфеты. Кто-то твою невестку ими угощал. Оттого и худо ей. Нельзя беременным из чужих рук сладкое брать. Это к беде большой. Вот, возьми. Зачем мне шишка? Она заговорённая. Когда твой сын приедет, ты его на разговор позови. Скажи, что всё знаешь. И эту шишку при себе держи. Тогда он соврать не сможет. Ладно. Так и сделаю. Спасибо. Но до тех пор ни с кем отношения не выясняй. Ясно? Хорошо. Прошло три дня. Сын Антонины вернулся из рейса. До тех пор, как и советовала бабушка, Антонина ни с кем не выясняла отношений. Что это? Как будто ты это не знаешь, да? Давай рассказывай, что у вас происходит. Вы с Ирой разведены? И да, и нет. Что это значит? У Иры ребёнок твой? Ты зачем требовал деньги со Степана Кузьмича? Ребёнок мой. И этот ребёнок, мам, требует огромных трат. А на твою, да мою зарплату далеко не уедешь. Вот мы с Ирой и придумали, как нам денег поднять. Да мы с самого начала решили ребёнка на твоего шефа повесить. И как же вы умудрились это сделать? Ира к тебе, когда приходила с документами помогать, сразу заметила, что Кузьмичка не клеится. Ну, разумеется, пришла, мне всё рассказала. Мы посмеялись, посидели. И как бы так в шутку придумали, как мы этим его на деньги разведём. Ира как раз тогда только узнала, что залетела. Как же вы могли-то? Ну, успокойся, мам, всё в порядке. А если он ДНК-тест сделает? Вы об этом подумали? Не сделает. С чего ты взял? Ира уже доказала, что ребёнок его вот как раз вот этим свидетельством о разводе. Стрекора бы ему там наплела, что мы в разводе давно, что вместе не живём. А свидетельство – это липо. Я его через интернет заказал. Ира ему там такой же спектакль устроила, что у него теперь сомнений в отцовстве больше нет никаких. А если они появятся? Ну, на этот случай мы с него нормальный денег поимели. Я 500 тысяч рубил, Ириша из него тянет как может. Так что мы в любом случае в выигрыше. Будем до последнего этот спектакль разыгрывать. Ну, а если уж он догадается и сделает тест, то разведём руками, скажем, мол, ой. Так что всё как надо. А почему мне ничего не сказали? Зачем мне голову морочили? Мам, ну… Я же знаю, какой у тебя характер. Я знаю, что ты этого не одобришь. Ирина хотела рассказать, я её отговорю. Сейчас, да ладно тебе как. Ирина, что случилось? Слабость ужасная и тошнит. Его буквально перед домом стало плохо. Может, водички или скорую? Вот они, эти камушки, про которые баба Нина говорила. Тебе от них плохо. Да это дрожжи. Я их съела и как подкосила. Кто тебе их дал? Подруга, с которой в салоне познакомились. Она меня постоянно чем-то угощает. А что? Эта гадина хочет, чтобы ты избавился от своего ребёнка. Да, Антонина Макаровна, зачем ей это нужно? А вот сейчас разберёмся, зачем. У тебя есть её телефон? Звони. Мама, что случилось? Это жена Степана Кузьмича. Видимо, она прознала про ребёнка. Решила от него избавиться. Но ничего. Теперь я лично буду с тобой присматривать. Ирина прекратила общение с новой подругой и быстро пошла на поправку. В положенный срок у них с Михаилом родился здоровый малыш. Антонина потребовала, чтобы они прекратили тянуть деньги из Степана Кузьмича. Антонина не стала искать новую работу. Вместо этого она ухаживает за внуком, пока молодые зарабатывают деньги. Бабушка говорит, что нельзя беременной женщине у чужих брать сладкое. Это плохая примета, из-за которой могут быть проблемы во время беременности. Продолжение следует...